я хочу начать ничего но Более того, опять же хочу обратить ваше внимание на то, что доказательств, что мы можем скрыться, либо совершить новое преступление, либо каким-то образом повлиять на свидетелей. Никаких подобного рода доказательств также не представлено. Тем более, на сколько свидетелей мы можем уже повлиять, если сегодня мы заслушали всех свидетелей. Все, больше никаких свидетелей нет. Так называемых ДТП и так далее. Все заслушали. Были зачитаны материалы уголовного дела, так называемые доказательства, которых в принципе нет. Все сводится к каким-то протоколам обыска, задержания. Ничего, абсолютно ничего конкретного в этом хозяйстве нет. Я уже устал повторять этот документ, но мне кажется, что прокуроры просто издеваются над вами, в первую очередь, над судьями. Потому что заставляют вас фактически принимать решения, основываясь на каких-то виртуальных подозрениях о том, что мы можем что-то совершить. А как же презентация невиновности? Как же вообще это основной принцип правосудия? Они пишут в своем венеции о том, что у нас характер видители не тот. Они принимают во внимание характеру, персуанию, инвенитулы, вырос, остались, анатетии, окупатии, Ситуация хамелиала, ставил материалы, презенция, он и бог, перманент, дитрай, алти, чирконстанции и сентяли. И что в том, что сейчас перечислено, что не так? Что у нас с характером? Может быть и ситуация хамелиала, и стали санатриации, и наличие постоянного места жительства и так далее. Что не так? Почему прокуроры используют это как аргумент для того, чтобы требовать продления меры посещения? По-моему, просто переписаны из загона некие положения и все. Никаких аргументов, никаких довольств. Я хочу вам также обратить ваше внимание на то, что это дело, мы уже говорим об этом десятки раз говорили, но это дело является политическим. И еще одно доказательство с прошлого заседания суда по продлению меры посещения на 30 суток. Это когда мы вам говорили о том, что было принято очередное письменное заявление членов ОСЭ, где говорится о политических делах, в том числе еще раз приводится пример нашего дела. Так вот, сейчас, с момента прошлого рассмотрения продления меры посещения прошло 30 дней, и за это время появился уже новый доклад Госдепа США по правам человека в Молдове. Этот доклад опубликован на официальном сайте Госдепа за 2016 год. И, к сожалению, для, я думаю, для всего режима, который пытается актендовать на то, что является демократическим, в этом докладе есть отдельная глава, которая посвящена политическим заключениям, политическим решениям. И так же, как и в 2015 году, Госдеп Соединенных Штатов Америки в своем годовом докладе о правах человека в Молдове упоминает именно наше дело. Если в 2015 году было два дела, то в 2016 году упоминается только дело так называемой группы Петрева. Я думаю, что это серьезный звонок для тех, кто занимается фабрикацией подобного рода уголовных дел, для тех, кто исполняет политические заказы, для тех, кто готовит подобного рода филькиной грамоты в виде под названием «Продуктайство и определение меры посещения». Потому что это уже переходят все границы. Мы также постоянно упоминаем о том, что это дело находится под мониторингом международных организаций, общественных структур, международных правозащитных организаций. В частности, неоднократно об этом деле высказывалось «Эннесский интернешнл» и не только целый ряд общественных организаций Молдова. И считаю, что это дело опять же является политически. Хочу сказать вам, что это не просто такие ссылки на какие-то рядовые документы. Это ссылки на документы международных партнеров Республики Молдова, которые наши власти называют статистическими партнерами. Я сейчас говорю про Истинные Штаты Америки и про Европейский Союз, и про Совет Европы. В том числе, этот вопрос постоянно находится под мониторингом делегаций Европейского Союза в Молдове. Каждое заседание Совета Ассоциации Молдовы и ЕС не проходит без того, чтобы не упоминать о положении дела правового человека в Молдове и о конкретных случаях. Это дело, как назвали другу Петренко, дело адвокатов наших, Анна Усаки, Эдуард Заруденко и так далее дела. Все это неоднократно уже квалифицировалось как политические преследования. Я хочу именно обратить ваше внимание на это, что все имеет должна иметь пределку, в том числе и подобную роду беззакония. Надо один раз и навсегда уже взглянуть в глаза друг к другу, и я рассчитываю на то, что вы все-таки проявите какую-то независимость, может быть, не примите решение объективное, бесперестрастное, не оглядываясь на GBC, Нопиевые и прочие офисы Плохотнюка. Мы знаем, кто стоит за этим делом. Самое первое из ожиданий мы говорили о том, что за этим делом был олигарх Плохотнюк, и это попытка запугать всю оппозицию подобного рода действиями против нас, мировыми пресечениями и так далее. У нас есть соответствующие доказательства, что за этим Плохотнюк, не генеральный прокурор, а прокурор в муниципе Кишинево, в период, когда дело это возбухалось, слышали, как прокуроры зачитывали протоколы соответствующие возбуждения уголовного дела. Так вот, на тот момент прокурор в муниципе Кишинево был Иван Яков, который неадыкратно уже повторял о том, что наше дело это политическое, делал заявление это публично и фактически подтвердил нашу версию о том, что это был политический заказ, потому что этот человек, который непосредственно возглавлял на тот момент прокурор в муниципе Кишинево. И еще один очень детский и важный довод, который мы впервые произносим в судебном заседании. Сегодня рассматривается в демерс предпадательство прокуроров о продлении меры пресечения на 30 суток. У нас меры пресечения действующие истекают 2 апреля. Тем самым прокуроры требуют, чтобы мера пресечения в виде судебного контроля была продлена до 2 мая. Но в то же самое время, 26 апреля истекает год с момента, как нас перевели под судебный контроль. год. И я хочу обратить ваше внимание на то, что существует постановление финансового суда от 19 мая прошлого года, где положения статьи 191 УПК признаны непосредственными. Это в части, касающейся сроков продления судебного контроля, а также максимальных сроков судебного контроля. И это постановление было принято, схожее постановление было принято финансового суда от ареста. Когда установили, что арест не может превышать в целом год. Я хочу вам зачитать некоторые положения в манировочной части этого решения. Высоком судебного контроля. И. 61. А. Употоверили персонале с 19 мая 2016. Г. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...